Допустим, мужик, представьте, там 35-40 лет, у него там все хорошо, он классный, интересный, там, ящик, тебе сколько лет? 31. Ну, 31 год. Интересный, классный, наряд, молодный, что-то умеет в жизни, не долбоёб, не наркоман, не алкаш, ну и прочее, прочее. Это я сейчас про тебя, да? Вот, улыбается он, приходит. И вы совсем забываете, что вы тёлкам, сука, нужнее, чем они вам, понимаете, по большому счёту так. Но система вас так наебала, и настолько долго она туда это вкладывала в ваши головы, что у вас просто подкорку уложилось, что я звоню женщине, я что-то, блядь, вот про чё Юра говорил, что я должен понять собственную ценность. Какого хуя я сейчас унижаюсь перед какой-то девкой, которая говорит, да, типа, я болею, но пойду в спортзал, но не знаю, позвони мне, я подумаю, иди нахуй. Они что-то перепутали, потому что, когда тебе будет 40, у тебя будет больше денег, больше, блядь, в башке ума, возможно, будет больше мышц, ну и кто чё хочет. Ты будешь более развитым человеком, то есть, ну вообще будешь вообще золотой слиток, блядь. А у неё, сука, будут отличные сиськи, куча, блядь, тараканов в башке, не знаю, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ты мужчина, который может обеспечить её безопасность, её жизнь, зарабатывать деньги, внести их в семью, и так далее, и так далее, а у неё просто есть пизда. Вы ей нужны не меньше, чем она вам, даже больше, потому что, когда ты этому научишься, ты выйдешь вечером в центр, и за вечером, блядь, познакомишься с десятью классными тёлками. Вопрос твоего ощущения себя, когда ты просто поймёшь, что ты классный, что, блядь, это как минимум взаимно, и надо больше даже им. Потому что я охуенный мужик, как бы, я без бабы не останусь, всё. Тогда ты будешь себя чувствовать по-другому, и они будут чувствовать это, и с тобой по-другому общаться, и всё прочее. Вас наебали. Вам сейчас просто надо заставить себя поверить в то, что не так. Система вам врала. Это не какая-то мифическая, блядь, матка, там, самка, что-то, блядь, какая-то, боди, я должен сидеть, думать, блядь, а вдруг она как? Если это будешь, не ты, блядь, блядь, пойди, что я сейчас такой модный, пойду в центр, всё, пойду в центр и познакомься с этой, с этой. Я охуенный, я мужик, я источник её журавы, шмоток, денег, безопасности, всего. Опять же, а как тогда это перевернуть, вот эту значимость, завышенную? Вот сейчас через силу только, прям, вот, прям, вот, написать себе, не знаю, блядь, долбить себе в голову, прям, заставить себя, там, вот, прям, произнести эту фразу. Я хочу увидеть. Нет, нет, до свидания. И вы поймёте, чем меньше, вот, как классик сказал, женщину, мы любим тебя, больше, нравится, блядь. Она, может, хотела, чтобы ты поуговаривал, потому что с ней так делала, блядь, не знаю, сто человек до этого, за последний год. А ты говоришь, ну, слушай, не можешь, давай, ты когда сможешь, там, набирай, посмотри, всё, пока. У неё разрыв шаблон, она думала, сейчас начнутся уговоры, ты такой, ну, ладно, пока, блядь. И ты удивишься тому, что через два дня или через три она тебе напишет смс, как, а, привет, чем занят, понимаешь? Чувак, надо прямо сейчас просто поверить мне на слово, что тебя наебали, а потом через практику, через опыт того, что, блядь, да, действительно, я начал к себе в этой ситуации относиться более уважительно. Они, ты пришёл на собеседование по работе, она директор сейчас. И ты сидишь, блядь, возьми, что она мне такого сделает. Я говорю, не кайф, 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 не кайф. Переверни это, представь, что она к тебе на собеседование приходит. Иди вон Дэну, Болгоцаряну какому-то, и как там, блядь, расскажи, чтобы он позвонил тёлке, и вот так интересно, вот так будет звонить. Не потому, что он хороший человек или что-то, а потому, что он себе цену знает. Давай сейчас просто поверь мне, тебя наебали. И вот из вот этого осознания, что меня наебали, я пока ещё не чувствую, как бы, как на самом деле, но мне рассказали, что меня наебали. Я здесь главный, я выбираю женщину, если не ты, то будет другая. Вот и всё. Из этого состояния возьми и позвони, как ты любит. Спасибо.